В последние три дня в средствах массовой информации в интернете появляется информация относительно того, что Российско-Таджирский славянский университет лишен аккредитации и лицензирования, и лишен права на ведение образовательной деятельности. Я, как официальное лицо, проректор по учебной работе этого университета, хочу сказать, что все эти разговоры вокруг нашей аккредитации лицензированы беспочвенно. Я должен сказать, что 27 апреля 2011 года нами получена лицензия на ведение образовательной деятельности, бессрочная, ее никто не отменял, она действенная и действует до сих пор, и мы получили 19 марта 2012 года свидетельство об аккредитации 11 направлений бакалавриата и одного направления специалитета по переводу и переводу ведению. В декабре 2013 года нами получено лицензии на 5 направлений бакалавриата и 11 направлений магистратуры. Мы приняли на эти направления студентов, это биология, химия, физика, математика и педагогическое образование, русский язык и литература. Это направления бакалавриата, которые мы открыли по договоренности двух министерств, министерств Российской Федерации и министерств образования и науки нашей республики, с тем, чтобы готовить педагогических работников для русскоязычных школ. Лицензии на эти направления, как и на 11 направлений магистратуры почти по всем факультетам, нами получено бессрочное. И в декабре 2013 года нам подано заявление в Рособорнадзор на аккредитацию 5 направлений бакалавриата и 11 направлений магистратуры. Из одного направлений бакалавриата по туризму. Всего 17 у нас заявлено на аккредитацию направлений, из них 5 направлений идет у нас по бакалавриата, остальные направления идут по магистратуре. С 30 мая 2014 года по 4 июня 2014 года состоялась экспертиза, аккредитационная экспертиза Рособорнадзора Российской Федерации. По результатам экспертизы мы аккредитованы по 16 направлениям, которые мы заявили. Это 5 направлений бакалавриата и 11 направлений магистратуры. Мы не аккредитованы по единственной, по одному направлению магистратуры, это прикладная информатика. Она является в своем укрупненном группе направлений единственным направлением. И внутри этого направления мы реализовываем одну программу. Именно эта программа оказалась нелицензированной по достаточно обоснованным Рособорнадзорам основаниям. Мы эти основания, эти замечания все приняли, мы готовим, исправляем все эти замечания. И в начале будущего года мы это направление по прикладной информатике готовим к переаттестации. Никаких трагедий из этого делать нельзя, потому что сейчас мы реализовываем 11 направлений магистратуры и 16 направлений бакалавриата. Из всего этой суммы все направления имеют лицензию, имеют аккредитацию, кроме одного направления прикладная информатика. Говорить относительно приостановления действия лицензии или свидетельства об аккредитации нет. Очередная аккредитация у нас предполагается в 2018 году. До 2018 году наши свидетельства об аккредитации, полученные в 2012 году, и свидетельства, которые получены в 2013 году, будут переаттестованы на предмет аккредитации в 2018 и в 2019 году. Свидетельством того, что никаких проблем у университета нет, является то, что на 2014-2015-2016 год по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации нами разработана программа развития университета. В свете этой программы, я вот только в пятницу прилетел из Москвы, при защите этой программы на 2014 год, то есть на оставшиеся два месяца Министерства образования и науки Российской Федерации, выделено 40 миллионов российских рублей для развития университета. Я полагаю, что это является одним из самых важных свидетельств того, что никаких проблем с Российским Таджикским Славянским университетом ни в городе Душамбе, ни в Министерстве образования и науки Республики Таджикстан, ни в Министерстве образования и науки Российской Федерации нет. Университет благополучно функционирует и не вызывает ни у кого беспокойства относительно своей дальнейшей деятельности. Продолжение следует...